Добрый день, уважаемые коллеги! Давайте мы с вами сегодня побеседуем на тему паратитной инфекции. Тема очень актуальная. Я, Яра Мухамедова, Майя Кудратовна, доцент кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии. О чем же мы с вами сегодня будем беседовать? Изучим мы с вами и теологию паратитной инфекции, остановимся на эпидемиологии, патогенезе, клинической картине, разберем классификацию, остановимся на осложнениях, проведем диагностику, дифференциальную диагностику и также остановимся на лечении и профилактике паратитной инфекции. На вопрос, что такое паратитная инфекция, считаем, что паратитная инфекция или эпидемический паратит от греческого слова пара около отос уха, синонимом является заушница, свинка. Это острая вирусная болезнь, вызываемая парамиксовирусами, характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией, увеличением одной или нескольких слюнных желез, нередко поражением других железных органов и центральной нервной системы. Что же является возбудителем данного заболевания? Возбудителем заболевания является полиморфный РНК, содержащий вирус и семейство парамиксовиридея, рода парамиксовирус. Вирус обладает гемоглюцинирующей, нейроаминдазной и гемоглюцинирующей активностью. Он содержит антигены, способные вызвать образование нейтрализующих и комплимент связывающих антител. И данный вирус патогенен только для человека. Возможно заражение вирусом обезьян. Вирус жизнеспособен при температуре 20 градусов в течение 4-6 суток, а при температуре 4 градуса 1 месяц, при температуре 2 градуса до 3 месяцев. Но нужно подчеркнуть, что он чувствительен к ультрафиолетовому облучению, а под воздействием 2% раствора формалина, 1% раствора лизола, вирус гибнет через 2-3 минуты и активируется при высушивании. И нужно сказать, что вирус эпидемического паратита и его РНК можно выделить из биологических жидкостей, например, кровь, слюна, молоко, ликвар, а также ткани, костный мозг, слюны и поджелуджеза, тистикулярная ткань. Когда мы с вами говорим о эпидемиологии, то резервуаром и источником инфекции является больной человек, который становится опасным для окружающих, особенно в первые сутки от начала заболевания. Вирус содержится в судне и придается воздушно-капельным путем при разговоре. А вот отсутствие у больного катеральных явлений делает невозможной передачу вируса на большие расстояния, не дальше, чем 1-2 метра от больного. И поэтому заражаются дети, находившиеся вблизи источника инфекции, в одной семье, например, за одной партой, если дети сидят. Допускается передача через предметы обихода, игрушки, инфицированные слюновые предметы. Заразительность за несколько часов до начала клинических проявлений, последние дни инкубации, до 9 дней острого периода. Естественно, восприимчивость очень высокая – 85%. Кто же больше болеет? Вообще любой человек, который не имеет иммунитета к паратикной инфекции, может заболеть. Но статистика доказывает, что чаще болеют дети от 3 до 15 лет. Надо отметить, что в последние годы увеличился удельный вес подростков и взрослых. Это связано с иммунизацией. А также дети первого года жизни болеют редко, так как материнское тело защищает ребенка до 9-10 месяцев. После перенесения паратитной инфекции иммунитет стойкий, пожизненный и повторный случай заболевания не встречаются. В крови у больных к концу первой недели увеличивается иммуноглобулин М, который сохраняется до 4 месяцев. Заменяется к 3-4 неделям иммуноглобулин МГ, который сохраняется всю жизнь. Патогенез. Как же заболевание развивается? Входными воротами являются слизистые оболочки, полости носа, рта, глотки и конъюнктива, где происходит репродукция вируса, после чего он проникает в кровь. Клиническими проявлениями вирусами служат симптомы токсикации в период. А гематогенная диссеминация и тропность вируса в конденсационной ткани железных органов приводят к его осаждению в слюнных железах, в фестикулах, поджурной железе, а также в центральной нервной системе. В этих органах вирус также репродуцируется. Барфологические изменения и симптомы болезни раньше всего появляются в слюнных железах, органах, расположенных вблизи входных ворот. Когда мы говорим о клинике, в первую очередь остановимся на инкубационном периоде, длительность которой зависит от формы болезни. Инкубационный период продолжается в среднем от 11 до 21 суток. Иногда удлиняется в 2-3-6 сутки от момента заражения. Заболевание, как правило, начинается остро, с повышения температуры до 38-39. Однако у некоторых больных температура тела остается нормальной. Может выявляться продромальный период в течение 1-3 суток в виде познабливания, сухости во рту, болей в мышцах и суставах, головной боли, неприятных ощущений в области слюнных желез. Из всех желез наиболее часто поражаются околушные слюны железа – паротит, который характеризуется повышением температуры тела, а в некоторых случаях может быть и нормальным. Симптомы интоксикации. При паротите идет поражение околушных слюнов желез и является основным проявлением паротитной инфекции. В проекции этих желез появляется припухлость, имеющая консистенцию вес теста. При пальпации возникает болезненность. При выраженном увеличении околушных желез с двух сторон лицо больного приобретает грушевитную форму. Мочки уха приподнимаются. В области припухлости кожа натянута. Лоснится. С трудом собирается в складки. Но ее цвет остается неизмененным. Процесс чаще бывает двусторонним, но может быть и односторонним. Больного беспокоит чувство напряжения в околушной области. Сдавливание опухлюдным образованием истахиевой трубы может привести к появлению шума и боли в ушах. При надавливании позади мочка уха появляется болезненность, то есть симптом Филатова. Этот симптом относится к числу ранних признаков паротита. Важным симптомом болезни является отечность и гиперемия с листа оболочки вокруг отверстия протока слюной железы. Вот здесь мы с вами видим эти симптомы. Первый – это характерный положительный симптом Филатова, где отмечается отечность и болезнь при надавливании на козелок, на сосевидный отросток в области ретромодибулярной ямки, а также симптом Мурсона, то есть отечность и гиперемия вокруг наружного отверстия выводного протока околушной слюной железы. Вот вам рисунок детей, которые болеют паротитной инфекцией, где мы видим увеличение околоушных желез. Часто бывает поражение, называемое субмакселит, когда у каждого четвертого больного чаще сочетается паротитом, редко первичное, единственное проявление, припуклость в подчелюстной области в виде округлого образования тестоватой консистенции, а также поражение подчелюстных слюнов желез, субмандибулит, чаще бывает двусторонним, сочетается с поражением околушных желез, иногда может быть единственным проявлением паротитной инфекции и регистрируется в 10-15% случаев. Железа тестоватой консистенции, несколько болезненной при пальпации определяется кнутри от края нижней челюсти, возможно отек подкожной клетчатки шеи. Сублингвит, поражение подъязычных слюных желез, встречается в 5% случаев, обычно бывает сочетание с паротитом или субмандибулитом, здесь мы видим припуклость и болезненность в тестоватой консистенции, определяется в подборочной области под языком, при выраженном увеличении подчелюстных и подъязычных слюных желез, возможно развитие отека глотки, гортания, языка. Вот это увеличение слюных желез может сохраняться от 5 до 7 дней и в последующем мы видим обратную динамику, то есть сначала исчезает болезненность, затем уменьшается отек. Возможно поражение половых органов, могут вовлекаться яички, яичники, пристательная железа. У подростков и у мужчин до 13 лет чаще встречается архит. 25% заболевших, который может привести к стойкому нарушению функции яичек. Архит – это частые проявления паротитной инфекции. Поражение обычно бывает иносторонним, но может быть и двусторонним. Архит обычно развивается на первой неделе заболевания вслед за поражением слюных желез. Больные жалуются на озну, головную боль, сильные боли в мошонке, усилившиеся при ходьбе и эрадирующие в правую, в паховую область. Мошонка растянута, отечна, гиперемирована. Яичко увеличено в размерах. При пальпации оно плотное, резко болезненное, особенно по ходу семенного канатика. Измени держатся около недели. К концу второй недели болезни полностью исчезают. Атрофия яичка возникает редко. При двухстороннем поражении возможно развитие азов спермии. Описаны также поражения предстательной железы, простатиты. Оварит. Поражение женских половых желез мы видим в 5% случаев. Отмечается у девочек в периоде полового созревания. Проявляется болезненность в повздошной области. Высокая температура тела. Наличие интоксикации. Также здесь возможна обратная динамика через 5-7 дней. Обычные исходы аваритов чаще благоприятные. Аварит может быть причиной бесплодия, ранней менопаузы, карцинома яичника, атрофия яичников, нарушение менструального цикла и винильных маточных кровотечений. Как мы говорили, что в самом определении, что не только поражаются слюны и железа, поражает и также центральная нервная система. При поражении центральной нервной системы сирозный менгит мы видим в 2-4% случаев. В каком же возрасте он чаще появляется? Отмечено, что чаще появляется в возрасте от 3 до 9 лет. Сирозный менгит при паратитной инфекции встречается довольно часто. Он развивается обычно через 3-6 суток после появления признаков паратита или субмоксилита. У ряда больных наблюдается изолированное поражение центральной нервной системы. Начало паратитного менгита всегда острое. Отмечается резкое повышение температуры, головная боль, повторная рвота. Часто наблюдается сонливость, адинамия. Иногда возникают галлюцинации, судорожные подергивания, потери сознания. При объективном исследовании выявляется менгиальный синдром, который максимально выражен в первые сутки менгита. Со вторых-третьих суток уменьшается и исчезает через 5-7 дней. При люмбальной пункции спинномозговая жидкость вытекает под повышенным давлением. Она прозрачная или слегка аппалистирует. Содержание белка в ней умеренное, повышенное или нормальное. Плевод стос лимфоцитарный от 100 до 700 клеток. Содержание сахара и хлоридов нормальное. После клинического выздоровления в течение 2-5 месяцев могут наблюдаться явления после инфекционной остынии, то есть вялость, быстрая утомляемость, неустойчивое настроение. Не только сирозным менгитом протекает протитная инфекция, а также бывает менганцеполит. Церебральные симптомы появляются одновременно с менгиальными или спустя 2-3 дня. Редко уже в период рекомендации сирозного менгита. Проявляются выраженные симптомы интоксикации, повторной рвотой, сильной головной болью, нарушением сознания, бредом, судорогами, возможной гиперкинезией потлоической рефлексии. Но течение обычно благоприятное. Уже через неделю возможна обратная динамика симптомов. Изменения в ликваре при этом сохраняются до 3-5 недель. Иногда сохраняются психосенсорные расстройства, снижение памяти, утомляемость, плавные боли, арифлексия. Одно из клинических проявлений протитной инфекции является панкреатит. Обычно развивается вслед за поражением слюных желез. Но иногда предшествует к другим поражениям. У некоторых больных панкреатит может быть единственным проявлением протитной инфекции. В таких случаях диагностика причины панкреатита очень сложна. В типичных случаях панкреатит характеризуется выраженными сладкообразными болями в животе, локализующимися в эпикастральной области или в области пупка. Вместе с тем боли могут быть и опоясывающими. У больных появляется снижение аппетита, тошнота, рвота, часто повторные. Иногда вздутие живота, понос или запор. Температура тела повышается, появляется озноб, головная боль. При пальпации живота отмечается болезненность и некоторое напряжение мышц в верхней половине живота. Но через 10-12 дней мы видим стихание клинических симптомов, а также восстановление функции подружной железы на третьей-четвертой неделе болезни. Предложено несколько классификаций паротетной инфекции. Здесь мы с вами остановимся на классификации, предложенной Несевичем в 1973 году. Она разделяет паротетную инфекцию на типичные варианты и атипичные варианты. Сами типичные варианты в свою очередь делятся на железную форму, когда отмечается изолированное поражение только железных органов, это окошных, почелюстных яичек. И нервную форму, изолированное поражение центральной нервной системы в виде сирозного менгита и менганцефалита. А также к типичным относятся комбинированные варианты, когда мы видим одновременно симптоматику поражения центральной нервной системы и железных органов. А к типичным вариантам относятся стертая форма, где слабо выражены симптомы болезни. И субклиническая форма не имеет клинических проявлений, но диагноз ставится на основе лабораторных исследований, особенно при повышении титра специфических иммуноглобулинов в крови. Как мы ставим, определяем степень тяжести? Степень тяжести мы определяем на основе двух симптомов. Это симптом общей интоксикации, уровень повышения температуры тела, выраженность головной боли, частота рвоты. И второе – степень поражения железных органов. Одно проявление, когда мы видим поражение одной железы. Другое – когда одновременно поражаются две или три железные органы. Так, например, при легком варианте мы наблюдаем температуру 37-38,5. Слабо выражены симптомы интоксикации, незначительное увеличение железных органов. Тяжелая форма отличается более высокими симптомами интоксикации, значительность температуры 39,5-40, значительность головной боли, появление рвоты, имеется поражение многочисленных железных органов, а также поражение центральной нервной системы. Чем же характеризуются тяжелые формы? Здесь гипертермия, сонливость или возбуждение, судорожный синдром, повторная рвота, отмечается потеря сознания. Слюны и железа резко увеличены с отеком подкожной клетчатки. Часто поражение других железных органов, яичек, поражение железы. Мейнгенцфолит является показателем особой тяжести. Само течение протитной инфекции обычно острое, благоприятное. После перенесения сирозного мейнгита или энцефолита могут длительное время сохраняться астенический или гипертензионный синдром, такие как головные боли, повышенная утомляемость, раздражительность, нарушение сна от 6 месяцев до года. Осложнение бывает редко. Имеется сообщение о поражении черепно-брызговых нервов. Особенность слухового нерва с последующей глухотой в отдельных случаях описывают порезы и параличи. Как мы ставим диагноз? Диагностирую паратитную инфекцию на основании данных эпидемиологического анализа, клинической картины и подтверждаю лабораторными методами. Наибольшие трудности представляют изолированные вовлечения в патологический процесс подчелюстных и подязычных слюнных желез. Данные гемограммы, где указываются лейкопения, лимфоцитоз, сои в норме, при эпидемическом паратите малоинформативны. Обычно при эпидпаратите применяют специфические лабораторные тесты, хотя их в практике редко применяют. Но все-таки в диагностике в трудных условиях можно использовать ПЦР, иммуноферментный анализ, реакцию связанных комплиментов, реакцию непрямой гемогаллюцинации, реакцию нейтрализации. Эпидемический паратит следует дифференцировать с гнойно воспалительным заболеванием слюных желез. Их увеличение при обтурации стенонного протока слюным камнем, паратензилярным абсцессом, инфекционным моноклеозом и другими. Сиало, аденит, напоминающий эпидемический паратит, может быть при цитомегаловерстной инфекции. Паратитный панкреатит дифференцирует с аппендицитом и другими гнойно воспалительными заболеваниями брюшной полости. Характер болей при указанных заболеваниях обычно бывает постоянным. Диагностией помогает исследование мочи на амилазу, содержание которой при панкреатите значительно увеличивается. В затруднении случаях необходимо наблюдение хирурга, возможно лапароскопия. Сложность по диагностике заболеваний возникает при изолированном паратитном мейнгите и мейнгенцефалите. Заболевания дифференцируются с гнойным мейнгитом, сирозным мейнгитом другой этиологии, например, интравирусная, туберкулезная, мейнгельная форма, полиомиелита. Как же мы проводим лечение больных с паратитной инфекцией? Лечение больных является комплексным. В домашних условиях лечение только изолированным поражением около ушных слюных желез. Обязательной гастеризации подлежат деятельность тяжелой формы, поражением центральной нервной системы, половых желез, сочетанием с сочетанным поражением органов других систем. Им рекомендуется постельный режим в течение острого периода болезни до 7 дней при изолированном паратите, не менее 2 недель при сирозном мейнгите, 7-10 дней при воспалении яичек. Питание. Здесь должна быть теплая, жидкая или плужидкая пища. Исключает продукты, оказывающие выраженный сокогонный эффект, соки, сырые овощи, а также кислые, острые и жирные блюда. С целью противопреждения генгивита и гнойного воспаления около ушных слюных желез необходимо полоскать рот после еды кипяченой водой или слабым раствором пермагната калия, фурцелина. Вместо на область слюных желез применяют сухое тепло. Шестной платок, например, шар, разрыхают песок или соль до исчезновения при поплости. В лечении рекомендуется интерфероны, например, альфа-интерфероны, это виферон, генферон, при средней и тяжелой степени тяжести, протекающей осложнениями. Анаферон рекомендуется с месяца, тиларон, амексин в 7 лет. При легкой и средне тяжелых формах изолированного поражения около ушных слюных желез назначают постельные ржи, диету, сухое тепло местное, поливитамины, жаропонижающие по показаниям десенсибилизирующие средства. Если имеется поражение центральной нервной системы, рекомендуется дегидротационная терапия, лазекс, диакарб, глицерин. Рекомендуется препарат, улучшающий трофику головного мозга, пантагам, энцефабол, натропил, тринтат, инстенон. По показаниям применяют глюкокортикоидные препараты, пронизолон, 1-2 мг на кг в сутки. При наличии панкреатита, спазмолитики, папавирин, ножпа, ингибиторы протилитических ферментов, тросилол, контрикал, дезинтоксикационную терапию, глюкокортикоиды, ферменты. А вот антибиотики назначают только при присоединении вторичной бактериальной флоры. Какова же профилактика? Необходимо остановиться на том, что в случае эпидемического протита подразделяют на подозрительные. Это когда? Когда случай острых заболеваний, при котором имеется один или несколько типичных клинических признаков – паратит, панкреатит, археит, ауфорит, тирозный мингит. Вероятный случай – это тот случай острых заболеваний, при котором имеются клинические признаки эпидсвязь с другим подозрительным или подтвержденным случаем данной болезни. В подтвержденный случай эпидемического протита после лабораторного подтверждения диагноза лабораторно подтвержденный случай не обязательно должен отвечать клиническому определению случая. Медицинское наблюдение проводится в течение 21 дня с момента выявления последнего случая. А иммунизация против эпидемического протита по эпидпоказаниям контакт с больным не больше непривитые или не имеющие сведения о прививках проводится в течение 7 дней с момента выявления первого больного в очаге. А детям, непривитым против эпидпаратита, не достигшим привившего возраста или не получившим прививки с медицинским противопоказанием или отказом от прививок, не позднее 5 дня с момента контакта вводится иммуноглобулин. Изоляция больного не менее 9 дней от начала заболевания. Медицинское наблюдение за неправильным и непривитым и не болевшими дошкольных учреждений в школе до 21 момента с выявления дня, с момента выявления последнего случая заболевания. Текущие дезинфекции. Обычно заключительные дезинфекции не проводятся. Проводят текущие дезинфекции, то есть проветривание помещения и влажная уборка. Но основным является эта вакцина-профилактика. Для вакцины-профилактики применяется ряд вакцин. Вакцины российские, паратитно-культурально-живые. Вакцины США против паратита краснухи и кори. Применяется английский вариант против кори, паратита, краснухи. Обычно вакцинацию делают год, ревакцинация в 6 лет. По эпид-показаниям, серо-негативным подросткам и взрослым. Если вы хотите проверить, как усуяли материал, доложено сейчас. Можете прочитать и ответить на вот эти, указанные на доске, вопросы. Лекцию мы подготовили здесь по приведенным литературным данным. Спасибо за внимание.